Приветствую вас, отвечая на вопрос, который вы задаете, я бы сказал так, что для отношения с позиции уважения и понимания необходимо научиться уважать и понимать, ну, наверное, в первую очередь саму себя, то есть необходимо принять себя для начала. Необходимо не сомневаться в себе для начала. Необходимо перестать бороться и вести внутренний спорт в себе для начала. А есть такое ощущение, есть такое чувство, что именно это вы делаете, то есть вы именно сама собой как бы ведете спор. И в этом является основная проблема. То есть такое, нет у меня ощущения, что вы уверены в себе. Вот. Ваша мама, она ведет определенную игру. Ваша мама, она решает некие свои, условно говоря, проблемы, которые в той или иной степени актуальны для нее. Решает она их грязно, решает она их как умеет, решает она их, конечно же, за счет вас, что не является чем-то хорошим и правильным. Это само собой. Вот. Но вы почему-то ее действия воспринимаете на свой счет. То есть вот то, что она говорит, вы воспринимаете на свой счет. И вот мне кажется, что ключевым моментом здесь является определить причины, по которым вы на свой счет воспринимаете то, что говорит вам, например, вам, ваша мама. То есть как и почему вы это воспринимаете на свой счет. Вот. Из-за чего вы воспринимаете это на свой счет. Вот. Мне кажется, что это именно то, что решило бы вашу проблему. Мне кажется, что это именно то, что помогло бы вам начать воспринимать свою маму именно так, какой она есть. Да, именно такой, какая она есть, а не такой, как, например, вам, ну, хотелось бы ее видеть. Понимаете? Какая штука. Но для этого крайне важно, чтобы вы перестали воспринимать на свой счет то, того, что она говорит вам. Вот. Понимаете? Понимаете? Просто не воспринимать на свой счет того, что она говорит. того, что она говорит, того, что она делает, то, как относится к вам, к примеру. Вот этого вопрос, конечно, заключается в том, можете ли вы, так, готовы ли вы, так, действовать. Вот это вопрос к вам. Дальше, значит, раздражение. Это необходимость защитить себя. Раздражение. Это необходимость обезопасить себя от чего-то, то есть в чем-то вы видите угрозу. Нужно поисследовать, в чем вы видите угрозу. Возможно, для того, что родители ругались, вы считаете, что виновата мама в том, что родители ругались. Вот. Значит, значит, у нас часто есть ощущение брошенности, то есть вы, вот, хотели бы, чтобы ваша мама как-то иначе по-другому к вам относилась. Вот. Дальше. Значит, значит, вы пишете. Я никогда не загоняю, значит, фигуры, но у меня сейчас будут проблемы с здоровьем. Значит, так. Делюсь фактами. Вот. Вопрос. Да? К вам. Аноним. Для чего вы делитесь своими, ну, для чего вы делитесь фактами? Ее реакция, ты что, так нельзя? Так, хорошо. Как вы эту реакцию воспринимаете? То есть вы просто определите, как вы воспринимаете эту реакцию? Почему? Вас она раздражает? Вас она бесит? Вас она расстраивает? Или что? Что? Я тоже не принимаю взгляды, знаю, что лучше для меня. Так, аааа. Это нормально, разве нет? Я вижу, что я много информации, она верит по телевизору, а не мне. А она должна верить вам? То есть всего вы решили, что она должна верить вам. Еще не из привычек говорить, вот надо было сделать так, но она добавляет, я же говорила. То есть обращается к тому, что уже не изменит, и поэтому злится, а нам это все предается. Нет, злится она, а вы делаете выбор, злится тоже. У вас таким образом провоцируется чувство вины в ответ на дочь, что говорит мама. Я сразу ей говорю, что мне не нравится, но с другой стороны стараюсь относиться к ней с пониманием. Вы знаете, здесь есть некое противоречие, потому что если вы сразу говорите, что вам не нравится, то нужно для себя решить, почему не нравится, чем. Вот. А вот так получается, что вы себя обманываете просто. Так, мы с травем можем придираться и допускаем наложительные отношения. Ну, это нормально среди родственников. Вот. И при этом я всегда думаю, что вот сейчас все будет ок, я пойму и приму ее, но в процессе разговора я снова срывался. Вот. Знаете, какая штука? Вы не примите ее до тех пор, пока не примите себя. Вот. То есть не нужно обманывать. Ну, вы себя обманываете просто. А вот, в процессе разговора я снова взрываюсь. Это не выраженная агрессия. Не выраженная агрессия. Вот. Вам нужно разобраться с твоих чувством, поработать с ними, с ними, вот, с ожиданиями относительно мамы, тоже поработать нужно. Вот. И дальше уже я полагаю, что будет вам более-менее понятно, куда, ну, куда и в каком направлении вам двигаться дальше. Вот. Я думаю, так. То есть, обретя внутреннюю гармонию, вы можете рассчитывать на то, что у вас и отношения с мамой наладятся тоже. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр.